Знаменательный момент. Частицы мощей мучеников русской церкви прибывают на татарстанскую землю. Первым их встречает Петропавловский собор. Перед святыней звучат молебные песнопения. 54 святых, 54 истории о силе духа, который ничто не смогло сломить. С приходом советской власти в 17-м году приходит и новая доктрина – гонение на русскую православную церковь – вера вне закона. Святитель Тихон, который в те годы являлся патриархом московским и всей Руси, подвергался уголовным преследованиям. Великая княгиня Елизавета Федоровна, основательница обители Милосердия, сброшена большевиками в шахту. В 80-е годы прошлого века они все были канонизированы. Вера, она вот эта, как и Бог, не бывает порога. Мы сегодня не только пришли, мы приехали из Липецка, ехали целую ночь и хотели почтить память мучеников российских. Многие из них мученически окончили свою жизнь, многие претерпели ссылки, гонения, притеснения. Но сегодня церковь прославила их, прославила, значит, сочла возможным поставить пример для подражания. Молясь перед святыми мощами, испокон века верующие люди получали особую благодать, получали просимые. Ковчег с частицами мощей свое путешествие, знаменательный для русской православной церкви год, начал по России. В 2017-м исполняется 100 лет с начала преследования на тех, кто отказался отрекаться от веры. В Петропавловском соборе мощи пробудутся в течение двух дней. Затем они отправятся в Вознесенский собор набережных Челнов, а потом снова вернутся в Казань, где будут находиться уже до конца июля. В эти дни в рамах Казанской епархии перед Ковчегом будут совершаться ежедневные молебные пения в 10, 12, 14 и 16 часов. Асугусманова Владимир Ладушкин, телеканал Эфир. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24. Присылай фото и видео.